здравствуйте ольга анатольевна пожалуйста представьтесь назовите за все свои главные должности здравствуйте я донцова ольга анатольевна значит основное мое место работы это московский государственный университет я заведую кафедрой химии природных соединений на химическом факультете я являюсь членом российской академии наук и руководителем секции физико-химической биологии в отделении биологии российской академии наук я заведую отделом вычистоте биорганической химии и являюсь профессором и заведую лаборатории в сколковском институте науки и технологий я знаю что у вас достаточно разнообразный широкий спектр научной деятельности давайте остановимся на том что вы сами считаете наиболее актуальным важным но с одной стороны спектр деятельности конечно очень разнообразно с другой все научные разработки и работы и открытия которым связаны это все-таки мир рынка то есть вот вы наверно знаете не знаю надо ли об этом говорить что рынка это такая разнообразная молекула что днк это хранитель генетической информации а рынка она везде это и переписчик информации с днк на белок посредник в качестве матричной рынка это и структура образующая рынка который входит состав клеточных машин таких как например рибосомы и теломераза которые являются объектами нашего исследования это и разнообразные опять же компоненты аппарата трансляции например там т-рнк и другие рынка соответственно это рнк который обеспечивает процессинг матричная рынка и модификацию это сплайсинг модификации рынка и так далее то есть это огромный совершенно пола рынка есть масса еще регуляторных рынка так называемые не кодирующие рынка которые тоже обеспечивают гомеостаз клетки и это такой на самом деле огромный мир и наука в этой области очень большая и широкая и в общем если говорить о начале моей научной карьеры то началось у нас рибосом то есть как так получилось что вы начали заниматься именно этим ну я поступил на химфак потому что мне просто некуда было деваться мои родители были химики оба мать была главным химиком советского союза по пленкам отец был профессор заместителем директора не резиновой промышленности в российской они вас заставили не то чтобы заставили нам просто как бы в семье всегда был культ науки культ химии как бы с детства рассказывали о своей работе показывали что и как они вас заинтересовали да и потом я закончила химический класс 171 школе такая одна из первых химических школ была она была при химическом факультете мгу и поэтому собственно такая прямая дорога была на химический факультет мгу вот но мне всегда нравилась та наука которая относилась к био биохимия биорганическая химия молекулярной биологии так далее то есть вот химия наука которая изучает превращение молекул на молекулы бывают и биологические белки нуклеиновые кислоты и так далее и вот на химическом факультете уже было две кафедры которые такой вот биологически более биологической части химии относились это кафедр химической энзимологии кафедр химии природных соединений но вот как-то кафедр химии природных соединений мне показалось ближе по духу и в общем я начала работать уже на этой кафедре со второго курса и как бы вот как я на втором курсе пришла сюда студентка и на курсовую работу так вот здесь и остаетесь так вот здесь теперь и этой кафедры завета не надоело не пожалеете а что жалеть нам по-прежнему интересно все мне по-прежнему интересно заниматься наукой в своей жизни я поработала не только в россии но и в германии довольно продолжительное время я довольно много было в соединенных штатах у меня был грант так называемый грант говарда хьюзов в течение 10 лет это очень такое престижная грантовая программа в америке когда вам дают много денег и говорят что вот работаете главное чтобы у вас были интересные работа только работает только работаете на это было потрясающий опыт международных грантов и да это здорово вернемся к миру рнк которым вы в котором вы сейчас находитесь продолжаете изучать что вы поняли для себя важного в этом мире и чего хотели бы еще понять понимаете мы как раз поняли в том что этот мир в общем не исчерпает что вам кажется что вы уже что-то поняли вот я еще раз говорю вот начало моей карьеры был связан с рибосомы это было очень увлекательно тот момент не было структуры ничего вот одна из первых моих работ которые мне очень нравилось это как бы вот такие применением биохимических подходов для того чтобы понять как матрица взаимодействовать с рибосомы тот момент это было супер актуально и это тоже потом как бы послужил основа для всего другого много сил потратили на то чтобы понять уже когда была структура как эта рибосома работает но сейчас это более-менее все уже как бы развитая такая тематика и у нас она осталась но я бы сказала в таком более может быть прикладном ключе да потому что как вы знаете люди болеют до бактериальных инфекций очень много и особенно сейчас очень много больничных инфекций вторичных да потому что особенно на связи с пандемией на фоне ковида это просто стало огромной проблемой и очень часто вот когда говорят что человек умирает от ковида он на самом деле умирает уже не от ковида от либо его последствий либо как раз от действия вот этих вот устойчивых болезнетворных микробов которым так называемых больничных инфекций а каким образом вы практически решаете эту проблему значит вот у нас есть целая большая группа который возглавляет илья стерман наш мой коллега который работает и в скалтехе в мгл я надеюсь ему продлят работу в мгл поскольку это тоже у нас только ректор решает не я вот и соответственно он сейчас возглавляет это направление которое связано с поиском антибиотиков то есть они ищут разнообразные источники какие-то странные бактерии где-то и так далее и тому подобное и пытаются оттуда выделять всякие вот такие антибиотики которые могли бы быть стать какими-то новыми антибиотиками во первых это интересно с точки зрения для того чтобы понять как они взаимодействуют с жибасом и так далее и вот я хочу сказать что в этой области тоже есть определенные успехи несколько новых интересных молекул были найдены естественно что структуры с коллегами вместе с в германии это крио электронной микроскопии в штатах это ингенструкторный анализ вот ну и некоторые новые молекулы новые места для рибосомы которые пока еще не является лекарством то она создает такой очень хорошую платформу для того чтобы какие-то новые лекарства разработать на их основе это вот такое она как бы научное направление но тем не менее с каким-то потенциальным практическим применением да и в общем актуальность этой тематики наверно трудно переоценить я знаю что у вас есть онкологическое направление работы расскажите об этом то да мы пришли в общем от теломераза то есть теломераза это еще один рибонуклеопротеидный комплекс которыми мы заинтересовали довольно давно вот как раз как-то собственно был вот этот гранд гордах юз и они разрешали делать что угодно и вот тогда мы решили как раз были опубликованы первая работа о том что такое теломераза может быть вы слышали у нас есть такой выдающийся теоретик алексея ловников конечно вот он как раз и и предсказал эту теломераза а вот ну и теломераза была интересна тем что с одной стороны как бы длина теломер это есть некий маркер возраста чем короче теломер и тем соответственно меньше продолжительность жизни и в общем это показано в разных экспериментах достаточно не на людях конечно но на других модельных животных что с уменьшением длины теломер как бы животное не может на мышах например на рыбах вот и поэтому теломераза такой очень важный элемент для того чтобы как бы подумать о том чтобы как бы сделать так чтобы не укорачивалась до чтобы люди жили дольше с одной стороны а с другой стороны если мы посмотрим на рак то там теломеры стабильные то есть они могут быть достаточно короткими но стабильными оказалось что 90 процентов опухоли они активируют именно теломераза для того чтобы длину теломер поддерживать есть альтернативный механизм связан с гомологической комбинации и так далее но это не важно вот и как бы поэтому вот теломераза такая двойная мишень как бы да с одной стороны она необходима для того чтобы поддерживать длинный теломер и стволовые половые клетки без этого никуда но в частности вот на мышах если ее выключить совсем то там пять поколений лабораторных мышей у которых длинные теломеры как-то еще рождаются но живут недолго и плохо а начиная с определенного момента когда теломеры становятся критически короткими то соответственно не перестают размножаться ну и соответственно у них там всякие болезни развиваются и так далее и тому подобное вот а с другой стороны опять же мышь если вы включите постоянно теломераза да казалось бы прекрасно вот например у голого землекопа она как-то чуть-чуть включена всегда да но она не тоже активность различается в разных тканях но практически везде она работает и как бы он такой особый случай вот они живут долго и у них в общем-то не очень развивается рак то а вот у мышей если включить теломераза то вероятность появления рака она возрастает существенно то есть вот теломераза с одной стороны нужно для того чтобы мы были здоровы мы с другой стороны и гиперактивность тоже не нужно потому что ну как бы для того чтобы клетка стала раковой нужно выполнить по крайней мере два необходимых условиях это включить механизм поддержания длинный теломер чтобы можно было с неограниченно размножаться да и второе это перестать слушать сигналы организм который говорит что тебе нельзя делиться это вот мутации возникает когда там отключается всякие реакции на каскады и так далее регулятором каким же образом землямиру удалось преодолеть это противоречие ну там она регулируется она там не очень активно тем не менее активно то есть вот но этот вопрос на самом деле до конца не не изучен да то есть это вот но все-таки землекоп не человек и там это понять все не совсем так как и я понимаю что мы пытаемся уже много лет поучиться у голого землекопа этой стратегии по воде успешно маша рубцова который вы фотографировали она вот и и фактически ее основная заслуга то есть вот оказалось что теломеразная рынка который структурный компонент теломераза да вот если посмотреть с точки зрения что в клетках нормальных соматических есть и чего нет из компонентов теломеразного комплекса ключевых то вот оказывается что экспрессия каталитической собединиться белка до обратной транскриптазы которые собственно синтезирует вот эти теломерные повторы она выключается то есть вот если мы возьмем наши нормальные клетки да то там не будет каталитической субъединиться теломеразной рынка есть всегда и вот как бы непонятно зачем бы это было более того количество теломеразной рынка даже стволовых клетках в опухолях клетках я намного больше чем белка и при более пристальным изучение оказалось что вот состав вот этой рынка можно обнаружить открытую рамку считывания для белка то есть вот может быть что вот такая рынка может кодировать некий белок ну вот такая идея появилась и соответственно нам она стала интересна и тогда бы это объясняло если этот белок зачем-то нужен да то вот зачем она этой рынка остается чтобы с не синтезировался вот этот небольшой белок ну и свою функцию выполнял но и в начале когда мы только этим заинтересовались мы даже обсуждали этот вопрос с новелевским лауреатом томасом чеком который как вы знаете вот в мире рынка очень незначимая фигура он как раз был президентом на тот момент медицинского института гуарда хьюза и он сказал не маетесь там дурью ничего у вас не получится это все мало ли что но нам как-то показалось что это все все-таки надо проверить и вот маша она потратила как бы довольно много времени на то чтобы показать что этот белок действительно существует и действительно он существует там масса системы доказательств она его там открыла разными способами показали он действительно есть и оказалось что он не просто есть а важно важно несмотря на то что нобелевский лауреат рекомендовать что вот это пример некой такой вот научной смелости да когда вот это не конечно я хочу и вот вот в ее портрет там фотографировали можете его тоже там где-то привести потому что я вот очень уважаю такую вот научную смелость да вот и вот последние работы здесь вот только недавно была опубликована статья последняя о том что этот белок очень важен а то есть еще сразу как бы было понятно что он важен и вот чего маша поняла что вот если начать травить клетку какой-то там дрянью до вот типа противопухолевых алиагентов которые там вызывают клеточную смерть от апоптоза да то вот если вы экспрессируете побольше телами разная рынка то оказаться в такие клетки начинают выживать то есть она как-то защищает от действия вот этих вот нехороших веществ да с которыми мы по жизни встречаемся ну и вот дальше начали разбираться с тем как и что оказалось что вот она вот один из таких вот элементов которые участвуют вот регуляции аутофагии аутофагия такой способ для клетки выбросить все из себя все лишнее да с помощью аутофагосома переварить и выбросить из себя вот оказалось что этот белок участвует в регуляции этой системы и таким образом это и ранка нам нужно плавая у нас в клетках она тем самым как-то защищает нас от всяких но если там очень высокой концентрации каши ничего не спасет но тем не менее вот по жизни наверное это тоже такая система необходима вот и как вы думаете на какие прикладные возможности это исследование может вывести впоследствии сейчас вот уже как бы вышло на аутофагию которая вот это регулирует и соответственно вот если понять как это регулирует то можно вместо этого белка наверно будет потом подобрать какие-то лекарственные средства которые могут подобным образом влиять на эту аутофагию да может быть более ярко и так далее вот и вообще аутофагия такой очень важный процесс один из проектов у нас сейчас связан как раз вот с исследованием аутофагии и так сказать возможности ее активации или наоборот то есть это еще один проект связан с онкологией развивается в скалтехе значит там тоже очень такая талантливая сотрудница ольга буренина и к сожалению здесь нет вот она как раз исследует роль некодирующих рынка в онкологии то есть это совместная работа с биоинформатиками а ну кстати вот в развитии вот этого пептида да это тоже сейчас у нас тоже новое направление новый проект который вот никита тоже фотографировали аспирант и несколько студентов как скалтехо так и мгу развивают это направление в частности вот девушка из шри-ланки тоже в этом участвует поскольку значит оказалось что вот не только этот один пептид да ну когда вот мы это увидели вот то возникла идея посмотреть а если чего нибудь еще и вот второй коллега вот петр владимирович сергиев тоже как-то стал бы информатически смотреть а что же за рнк такие вот не кодирующие не могут ли среди них быть те которые на самом деле что-то кодирует и вот он такую рнк нашел и уже так сказать вот имея технологии в руках как все это исследовать оказалось что действительно это рнк тоже кодирует пептид которые оказывают влияние на работу митохондры мы тоже там довольно сложный механизм но неважно то есть это вот оказалось не единичное явление после этого у нас возник целое научное направление сейчас да вот как я уже сказала большая группа работает вместе с биоинформатиками это тоже мой бывший ученик аспирант который сейчас имеет профессорскую позицию в ирландии такую биоинформатическую лабораторию они как бы еще такой вот набор потенциальных по всяким там критериям рнк которые могут кодировать небольшие пептиды которые могут участвовать в регуляции и дальше у нас есть целая система скрининга которая как бы вот смотрят действительно ли это так то есть это библиотека нокаутов от но неважно вот действительно ли это так уже тоже там какие-то интересные результаты предварительные есть и в общем это направление которое в мире сейчас начало активно развиваться это в общем на мой взгляд такой вот новый регуляторный класс то еще одно интересное направление это вот сергей в петро владимирович я вам сказала вам про пептид который он открыл но на самом деле у него тоже целая такая новая область до в мире рнк это так называемая петра скриптоника вы наверное слышали что есть типе геномика конечно это модификации а вот такого еще не слышали а это и петро скриптоника потому что в рнк тоже есть модификации на самом деле таких модификаций очень много есть модификации структурные которые нужны для того чтобы машина которая содержит эту рнк хорошо работала ну то есть как бы подгонка этой структуры вот оптимизация грубо говоря да а есть регуляторные модификации которые могут регулировать например сплайсинг альтернативный сплайсинг или нормальный сплайсинг какие им троны там и так далее да вот это сейчас одно из направлений петра владимировича есть например модификации в мрнк которые регулируют время ее жизни как она быстро будет деградировать медленно там и так далее есть модификации которые там определяют может ли с ней соответственно еще микро рнк связаться или нет ну и так далее то есть вот мир рнк вот это я бы транскриптоника он тоже такой очень разнообразный насыщенный интересный в митохондриях есть модификации в рибосомные рнк и в т-рнк и выбором ну то есть вот как бы много всего интересного происходит в мире рынка не работали ли вы с к видом с к видом мы в общем-то пока не работали но вот в бх есть проект в который мы конечно же вовлечены поскольку мы работаем с рнк да и немножко понимаем про трансляцию все в общем как бы и бх получил большой проект на к виду на разные аспекты борьбы с к видом и одна из его направлений это создание российской платформы для мрнк в акции и вот в этой как бы платформы соответственно ну я в основном являюсь консультантом а вот например маша рубцова до мари петровна молодой профессор она как раз там отвечает за часть связанную с мрнк и у нее есть масса интересных ну скажем так у нас есть масса интересных идей да как сделать эту мрнк не так как это сделали файзер с модерны чтобы она была универсальна это вакцина ко всем вариантам которые возникают и еще возникнут в будущем да и это вот такой интересный проект который объединяет несколько естественно групп специалистов разных областях ольга анатольевна как вы думаете нам когда-нибудь удастся полностью понять мир рнк никогда скорее он нас поймут чем чем мы я думаю понимаете еще мы вот сейчас такие модные программы в мире но они почему модные потому что инструменты появились да вот развитие искусственного интеллекта квантового компьютера когда он появится но даже уже современный уровень искусственного интеллекта он как бы позволяет уже замахиваться на такие многокомпонентные задачи потому что даже если мы посмотрим на клетку то там столько разнообразно направленных регуляторных путей что даже зная принципиально например один путь или второй путь вы все равно с трудом предскажите результат и вот не имея вот такого интерфейса в виде хорошей потом математики ну как бы ничего понять нельзя уж когда мы говорим про работу нашего мозга то тут у нас мы пока только на уровне вот я не знаю наверное как вот тело представляли ну в начале прошлого века вот примерно на таком уровне мы с пониманием системы ну может быть чуть получше конечно уже что-то про молекулы мы знаем но на самом деле как у нас мозги работают как эти все интерфейсы существуют да ну мы понимаем там как сигнал передается гормоны и так далее да импульсы и все такое прочее но система взаимодействия вот эту систему этого компьютера который у нас там ну вот пока даже не приблизились и и как вы думаете я думаю что и там в рамках тоже будут играть значимую роль я конечно не могу утверждать но все моя так сказать база знаний об этом говорит такой провокационный вопрос как вы думаете вот этот невероятно сложный мир который мы со своим сложнейшим тоже интеллектуальным аппаратом не можем познать и вряд ли когда-либо познаем возник путем слепой эволюции ну кто же это знает вы понимаете вот умеете на самом деле если у вас есть уже бактерия да то дальше как бы эволюцию вполне можно не остановишь уже проследить да но на самом деле на мой взгляд самое сложное это возникновение первой бактерии до возникновение возникновение жизни вот этот вот механизм параллельно чтобы у вас информация там как-то воспроизводилась да и чтобы с нее еще белки и чтобы это все было в оболочке и все это было закодировано ну вот это вот очень сложно то есть от бактерий до человека путь проще чем от 0 до бактерий от молекул до бактерий там вообще непонятно вообще непонятно нет но есть масса гипотез там и так далее тому подобное но вот но как бы ну то есть можно спекулировать но к сожалению понимаете экспериментальной проверки тут нету да я как все-таки экспериментатор приземленные до верю только в то когда мне какую-то теорию хоть как-то подтвердили эксперимента хотелось бы узнать ну конечно хотелось бы но к сожалению как бы вот до господа бога нам пока далеко может быть там я не знаю через тысячу лет на этого уровня достигнем и начнем создавать жизнь сейчас мы можем создать жизнь на самом деле как бы вот если захотеть то как бы создать синтезировать днк и создать бактерию в общем свою можно до заменить одну днк на другую но вряд ли она вырастет в человека в человека ну если несколько миллиардов лет по культивируем если мы подождем на на самом деле есть в этих системы эволюции они используются и в практике да может быть слышали такой метод селекста вот это эволюция ранков пробирки да то есть когда вы как бы отбираете вносите быстро иммутации да и отбираете то что рандомизирует чем же мы тогда отличаемся от творца ну не знаю отличаемся наверно сами творцы должны быть просто если мы уже умеем создавать жизнь значит мы уже достигли этого уровня но мы не умеем создавать жизнь мы пользуемся теми алгоритмами которые были созданы для нас а какой-то альтернативную жизнь создавать не умеем и не уверены что но вот самый главный вопрос а надо ли это нам делать это уже следующий вопрос как бы я не знаю может быть и надо потому что но вы если мы говорим о будущем данном посмотрите на нашу планету насколько лет на не человечество еще комфортно сможет существовать но это явно ограниченный период и нам надо реально смотреть за пределы кто для нас подготовит возможности жить на марсе там или еще где-то или еще как мы должны об этом думать а кто подготовит какой-то искусственный интеллект рома не знаю может быть бактерии специальные может быть еще что-то какие-то клоуны которые там время какие-то люди не люди конечно бактерии или там организмы которые смогут выживать в тех условиях делать то что нам нужно чтобы мы там через я не знаю тысячу лет например могли жить на марсе да и так далее ну то есть вот очевидно что нам надо как-то искать возможность землю оставлять в хорошем состоянии и добывать что-то в околоземном пространстве в пределах солнечной системы я не знаю возможно ли в принципе но как бы все таки много вокруг фантастики всякой до полетах неизвестно куда мне бы хотелось чтобы это когда-то стало правдой хотя физики пока опровергают такую возможность но все течет все изменяется мы не знаем что будет открыто в дальнейшем но все Продолжение следует...